человек маленький но и когда его много он может бедно несчастного животного напугать и куда-то загнать в какую-то ловушку и накапливались вредоносные гены которые не позволяли виду нормально существовать не за горами тот факт когда мы все-таки наверно увидим наверное сначала гибридный у какого-то слона мамонта именно на территории россии шла эволюция мамонтов их предков и расселялись они менять отсюда и к западу и к востоку и в том числе через берингов пролив когда был мост перешли в северную америку он обитал на территории поволжья и не исключение естественно самарской области находим мы в основном отдельные кости какие-то это фрагменты черепов зубы отдельного фрагменты бивни конечности позвонки ребра сгустки находок они по руслам рек по долинам потому что там проще всего и найти эти находки не исключением это конечно река волга река самара должна на первом месте как одна из крупнейших и вдоль реки сок и притоки этих рек также крупная река большой эргиз город сама тоже не исключение в разных районах города известные многочисленные находки потому что человек постоянно в городе что-то строит копает траншеи котлованы погреба и периодически появляются сообщения что выкопали какие-то кости и среди них большой процент это как раз кости и кости и зубы именно мамонтов самарская область во времена шерстистого мамонта была при ледниковой зоной климат был соответственно гораздо суровее чем сейчас здесь в основном были степи степные равнины или как называют переглициальные степи это степи с холодным климатом с более суровыми условиями хотя в летний период растительности было достаточно много это примерно как там тундра леса тундра вот что-то наподобие на наших территориях как раз в те времена и паслись в большинстве травоядные животные это и большероги олени и ископаемые лоси и бизоны и лошади много различных копытных но и в том числе хоботные если летом снег сходил и мамонты питались травой открыто то зимой они добывали пищу ну разгребая снег теми самыми изогнутыми бивнями ногами то есть они были как раз приспособлены из современных слонов ближе всего к мамонту шерстистым это индийский или азиатский слон тут нельзя вот так вот четко сказать что вот мамонта произошел именно от современного индийского слона вот это вот как бы некая такая параллельная получается у них шла эволюция если всех известных в палеонаходках слонов по цепочке выстраивать прослеживается четкая цепочка от совершенно назовем их почти гола хотя конечно волосяной покров у них есть только разреженный до совсем очень покрытых густой шерсть есть плавные перри постепенные переходы мамонт был один из тех объектов один из в первом ряду объектов который давал огромное количество и мяса и шкур и костей из костей делали даже элементы жилья и даже целые в общем-то дома строили это известный факт у археологов есть так сказать находки и в общем-то несмотря на то что животные были гиганты они были достаточно уязвивы потому что бегать быстро но наверное не сильно умели человек маленький но и когда его много может бедное несчастное животное напугать и куда-то загнать в какую-то ловушку ямы вакарствые воронки какие-то провалы речные обрывы ну элементарно можно же загнать мамонта на край обрыва и он таким образом просто упав на берег может разбиться в масштабах планеты наверное все равно тот древний человек не наносил такой колоссальный урод как на современный человек со своей техникой были же другие факторы во первых смена климата климат меняется люди охотятся плюс еще внутренние проблемы какие-то заболевания естественно как у всех животных есть свои вирусы свои инфекции крупным чем крупнее животные тем медленнее размножаются сейчас уже есть данные и на генетическом уровне было не все понятно то есть внутренние мутации внутри вида видно приводили к таким мутаций которые давали невыживаемое потомство люди уже научились животных современных клонировать хотя это понятно животные пока обычные современные на уровне овечек собак кошек но это факт уже неоспоримый же значит уже человека движется в этом направлении с мамонтом конечно гораздо сложнее все здесь не просто найти мерзлую тушу хотя находят очень много прекрасно сохранившиеся ткани уже надо же еще найти чуть ли не живые клетки не просто клетки а с органоидами клеточное ядро вот а так как в вечной мерзлоте лед при замораживании все-таки разрывает стеночные клетки поэтому в этом проблема материал пока еще недостаточно но теми темпами как идет развитие я думаю что это не за горами тот факт когда мы все-таки наверно увидим наверно сначала может гибридный у какого-то слона мамонта а может потом и восстановит и кто знает хочется верить и это уже не фантастика мне кажется а